Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. В море найден бортовой самописец ТУ-154, а на побережье во всех районах прошли митинги памяти. Минуты молчания вспомнили сегодня своих друзей и воины-интернационалисты. Скорбная дата начала войны в Афганистане. Что пить, что запускать и когда не стоит садиться за руль. Полиция проверила основные ингредиенты народного праздника. Новый год – повод похвастаться достижениями. Турнир по спортивной гимнастике на призы. Деда Мороза стартовал в Сочи. Уже больше двух суток в акватории Сочи проводятся поисковые работы. Водолазы МЧС поднимают с одноморья обломки самолета ТУ-154. На его борту находились 92 человека. В поисковой операции принимают участие более 3,5 тысяч человек и свыше 500 единиц техники. Уже удалось обнаружить хвостовую часть самолета. Там располагается основной бортовой самописец. Продолжит Татьяна Говоркова. Черный ящик обнаружили сегодня около 6 часов утра на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров. Бортовой самописец доставят самолетом военно-транспортной авиации в Подносковные Люберцы, в Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил. Специалисты этого института займутся расшифровкой самописца. Поисковые же работы в акватории Черного моря не останавливаются ни на минуту, несмотря на ухудшение погодных условий. Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совершили более 70 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа и останки 80 членов экипажа. Воздушными судами обследовано свыше 240 квадратных километров. В авиационную группу входят около 30 самолетов и вертолетов, а также беспилотники. Это силы и средства МЧС России, Министерство обороны, Росавиации, Росморричфлота, пограничного управления ФСБ России, Минстрава правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края. А накануне вечером на набережной Хадлерского района состоялся митинг скорби. Почтить память погибших в результате авиакатастрофы пришли сотни сочинцев и гостей курорта. Они зажигали поминальные свечи и оставляли цветы. Именно в этом районе через несколько минут после взлета упал самолет Минобороны, на борту которого находились военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски Мини Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Мы сделали все для того, чтобы организовать прием родственников, для того, чтобы организовать работу служб по поисковым, а теперь по спасательным работам, и будем продолжать эту работу. Объявляю минуту молчания и скорби. Винки памяти на центральной набережной у Южного мола Морпорта возложили представители городской власти, правоохранительных органов и другие сочинцы, которые считают это своим гражданским долгом. Сочинцы вот уже который день сюда идут сплошным потоком, и звать никого не надо. Люди идут, идут, идут. И конца этому потоку нет. Большие искренние соболезнования от нашего города, от всех наших жителей, родным и близким, погибших в этой страшной, совершенно нелепой катастрофе. Это наше большое горе, это касается каждого из нас, поэтому я сегодня здесь и считаю, так должен поступить каждый. Эта трагедия объединила всех нас, всех граждан Российской Федерации. Мы соболезнуем всем. Это большая потеря, потому что просто ты спишь спокойно, а где-то 20 километров от тебя падает самолет, а ты просто уносишь 90 с лишним жизней. Действительно тяжело. Траурные митинги прошли на всех морских причалах курорта. По завершению люди еще долго не расходились, продолжая смотреть на море, которое под конец года принесло горе всей стране. А на горизонте все так же курсируют суда, занятые в поисково-спасательной операции. Ну и как сегодня стало известно, в связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой, администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади флага в ночь с 31 декабря на 1 января. К другим новостям. Вредные выбросы в атмосферу на территории России необходимо сократить в два раза. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Госсовета, на котором обсуждают экологическую безопасность. Участие в совещании принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Следующий год в России объявлен годом экологии. От ее состояния, как заметил президент, зависит экономическое благополучие страны. Из-за халатного отношения к природе материальный ущерб ежегодно доходит до 6% от ВВП. Одними из главных направлений в создании системы экологической безопасности станут строительство современных мусороперерабатывающих заводов, а также новая законодательная база в отношении утилизации отходов. 27 декабря – день ввода войск в Афганистан. Сегодня в Сочи у памятника воинам-афганцам в Комсомольском сквере состоялся митинг памяти. Пришли те, кто проходил службу в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск. Афганская война длилась 10 лет – с 1979 по 1989 год. Она велась с многочисленными вооруженными формированиями афганских маджахедов, их еще называли душманами. 27 числа, как сейчас помню, потому что я принимал присягу 27 числа, объявили ввод в Афганистан. Но мы к этому были готовы, хотя не каждый человек к этому готов, это война. Никто не знал, что там будет и как там будет. Молодые ребята, ну, хотелось отличиться, хотелось понимать, что происходит. Советский воинский контингент был введен по просьбе правительства Афганистана и согласно договору о дружбе. Советские воины были награждены за героизм и отвагу, они мужественно сражались с объединенными силами международного терроризма. Это история того, как люди беззаветно отдавали свой долг родине, служили на совесть, приносили присягу и старались исполнить слова, которые они произносили в этой присяге, не жалеть своих сил, здоровья и даже самой жизни при защите своей родины. И это пример сейчас. Сегодня у памятника воинам-афганцам, который был открыт 8 мая 2014 года, была прочитана краткая заупокойная молитва в память о тех, кто не вернулся с войны. А имена на памятнике были выбиты камнерезчикам, впоследствии известным нам как легендарный командир ополчения Арсен Павлов с позывным «Моторолом», к сожалению, погибшей осенью этого года. Он жил и работал в станице Староминской. Это была его последняя работа. И исполнил этот заказ, он тут же уехал на Донбасс, на войну. Собравшиеся возложили цветы и венки к памятнику. Среди них и матери, не вернувшихся с афганской войны ребят. Елена Всецнадимир Даниловский, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Считанные дни остаются до Нового года. Впереди каникулы, а еще застолья и гуляния. Однако в порыве веселья всегда стоит помнить о безопасности. В первую очередь это касается того, что у нас на столе. Как не омрачить праздник, расскажем в нашем следующем сюжете. Экспертно-криминалистический центр сочинской полиции. Именно сюда доставляют весь изымаемый из незаконного оборота алкоголь. Водка, коньяки, всевозможные наливки с экзотическими названиями и многими любимая абхазская чача. Вся эта алкогольная продукция вне закона. Чаще всего она реализовывалась под видом спиртного домашней выработки. Однако, по словам эксперта, это далеко не так безобидно, как может показаться. После исследования спиртсодержащей жидкости было выявлено, что содержание токсических примесей превышает заявленные нормами ГОСТа. И при употреблении данной жидкости возможны последствия для организма неблагоприятные, вплоть до летального исхода. Уходящий год для сочинских полицейских стал особенно урожайным в борьбе с нелегальным алкоголем. Из оборота изъято более 100 тонн спиртосодержащей жидкости сомнительного производства, а в некоторых случаях просто смертельного напитка. Большая часть из нее является фальсифицированной и признана опасной для жизни и здоровья граждан. По данным фактам возбуждено 13 уголовных дел. Также было привлечено к административной ответственности более 600 граждан. Буквально несколько месяцев назад оперативники выявили арендованный склад, на котором обнаружили около 130 тысяч стеклянных бутылок различного объема, в которых находилась спиртосодержащая жидкость. В общей сложности силовики изъяли со склада около 60 тонн алкоголя. На этикетках были указаны торговые марки нескольких известных производителей, однако акцизы оказались поддельными. Также исследование показало, что алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа. В ходе предварительного следствия был обнаружен и офис злоумышленников, оборудованный в сочинской квартире. Там хранилась отчетная финансовая документация. По версии правоохранителей, алкоголь на складе предназначался для распространения в торговых точках курорта. Употребление таких напитков, как игра в русскую рулетку. Вот один из таких героев, которому море по колено. В его домашнем баре излюбленный напиток – настойка боярышника. Дешево и сердито. Выпил, запил пивом и поджег собственный дом. В хлипкой постройке в тот момент находилась его дочь. Трагедии удалось избежать чудом и вовремя прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы. Проснулся, дверь трещит по швам, люди залетают, положили на ручники. У всех на слуху недавняя трагедия в Иркутске. Там от употребления настойки боярышника погибли десятки человек. Кстати, для его реализации коммерсанты придумали так называемые алкоавтоматы. Они позволяют без продавцов приобрести бутылку сомнительного напитка. Чаще всего он продается под видом лосьона для дезинфекции рук. В Сочи своевременная реакция полиции и администрации города помогла вовремя пресечь такую торговлю. В продолжение темы новогодних праздников правоохранители особо отмечают проблему нетрезвых водителей. Только в этом году их было выявлено более полутысячи. Еще более полутора тысяч отказались от медицинского освидетельствования. Недавние проведенные рейды показали – сесть за руль под градусом, решаются все больше людей. Как отмечают полицейские, усиленные рейды будут проходить во всех районах города. Еще один важный аспект безопасного нового года – запуск салютов и фейерверков. Здесь так же, как и с алкоголем, надо правильно выбирать продукцию. В погоне за рублем некоторые предприниматели забывают о безопасности. Как результат, на прилавки попадает опасная пиротехника. В декабре месяце нами из незаконного оборота было изъято более 20 тысяч единиц пиротехнических изделий, которые реализовывались с нарушениями действующего законодательства. Мы обращаемся к гражданам, к покупателям, что они имеют право при покупке запросить сертификаты, а также необходимо обращать внимание на соответствие срока годности реализуемой продукции. Уже сегодня весь гарнизон сочинской полиции перешел на усиленный вариант несения службы. В местах массового скопления людей будут дежурить дополнительные патрули. А площадки, где пройдут массовые гуляния, обследованы на предмет антитеррористической безопасности. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Свой профессиональный праздник энергетики отметили на рабочих местах. Ведь для того, чтобы сияли огни курорта, чтобы светло, тепло и комфортно было в домах, трудятся полторы тысячи специалистов сочинского филиала «Кубанинерго». И когда все хорошо, о них обычно не вспоминают. В пятницу на торжественном собрании энергетики подвели итоги уходящего года. Самым достойным вручили награды. Созданная перед Олимпиадой современная электросетевая инфраструктура в надежных руках. Уже забылось время, когда отключения электричества были привычным и обыденным делом. Сегодня, если свет гаснет на полчаса, мы воспринимаем это как ЧП. С тех пор у нас город, слава тебе Господи, перестал быть энергодефицитным. У нас генерации в городе сейчас больше, чем нам требуется мощности. Курорт Сочи востребован, а значит востребована и его новая энергосистема. В этом году летом зафиксирован максимум нагрузки 740 мегаватт. Даже во время Олимпиады этот показатель был меньше 683 мегаватта. При этом даже в самый высокий сезон электроснабжения в Сочи оставалось надежным и стабильным. Это говорит о том, во сколько раз идет развитие сегодня города Сочи. Увеличиваются мощности и в этой связи приходится, скажем так, работать, расширять, модернизировать сети. Производятся и ремонтные программы, выполненные на 100%. Также и инвест-программы в этом году выполнены на 100%. Бесперебойная подача электричества, стабильное напряжение в сети, минимум аварийности и оперативность. При аварийных отключениях все это показатель труда сочинских энергетиков. Кубанинерго не раз проходила проверку на прочность в экстремальных ситуациях. Но даже в моменты природных катаклизмов, к примеру, недавно в декабре, удалось избежать массовых отключений электроэнергии. И даже в самых удаленных горных поселках Сочи локальные технарушения энергетики устранили максимально быстро. Мы очень благодарны этой службе за то, что она фактически бесперебойно снабжает город энергетикой, за то, что электричество мы получаем в нужном объеме. Город обеспечен этим ресурсом с большим запасом. Энергетики все эти задачи решают очень грамотно и очень профессионально, за что им большая благодарность от администрации, от жителей города. И сегодня, пользуясь этим моментом, хотелось поздравить их с профессиональным праздником, пожелать им успешного выполнения задач на благо жителей города Сочи. Высокий уровень ответственности стал стилем работы сочинских электрических сетей. Надежное электроснабжение Третьей столицы тому подтверждение. Энергия наша работа, энергия наша работа, энергия наша зуба. Гелена Овсельсина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Дед Мороз в Сочи прыгнул в ущелье на мотоцикле. В Скайпарке состоялся финал мотопарада. Среди гостей был Дед Мороз на самом большом серийном мотоцикле в мире – «Хонда Голд Уинг» с двухместной коляской. Один из отважных мото-морозов отправился в полет прямо вместе с байком. На аттракционе «Мегатролль» смельчак пролетел через все Ахштырское ущелье на высоте 200 метров со скоростью 120 км в час. Кроме того, полет в тандеме на качелях совершила самая креативная, костюмированная пара «Мороза» и «Снегурочки». Территория Дедушки Мороза есть теперь и в Сочи. В горах Красной Поляны накануне открылся развлекательно-познавательный парк. По просьбе администрации города первыми снежную королеву, ети, настоящего оленя, запряженного в сане и, конечно же, главного волшебника зимы увидели дети-сироты и дети из малообеспеченных семей курорта. Увидеть снежного человека, да еще и играющего на барабанах, еще до недавнего времени казалось невозможным. Но теперь зайти в гости к ети может каждый. Мало того, он даст мастер-класс по воспроизведению своего ритма сердца. Мое любимое занятие – играть на барабане. И ритм нас, ну, он присутствует в нашей жизни. Самый простой ритм и самый сложный одновременно – это ритм сердца. И очень важно его слышать и жить согласно своего ритма сердца. У каждого он свой. У кого-то быстрый, у кого-то медленный. Волшебная музыка звучит не только в просторной северной юрте, но и по всей территории развлекательно-познавательного парка, гости которого в сопровождении снеговиков отправляются в сказочное путешествие. Первыми снежную полосу препятствий прошли дети-сироты и дети из малообеспеченных семей. Вход в день открытия парка для них был свободным. Ребята также приняли участие в конкурсах, отгадывали загадки, водили хороводы, побывали во владениях снежной королевы и узнали интересные истории и тайны Нового года. Вообще вся идея парка, она очень интересна тем, что это сочетание анимационного парка и декораций. Есть самая живая елка, у нас актеры, цирковые, театральные актеры, даже на ходулях есть актеры, елка у нас на ходулях представлена. И, естественно, дом Дедушки Мороза. К своим гостям главный волшебник Нового года с внучкой Снегурочкой приезжает на санях, которые везет настоящий северный аллей. Познакомиться с ним и другими сказочными персонажами можно ежедневно с 10 до 20 часов на площади Альпека-сервис. Новогодняя резиденция Деда Мороза открыта до 31 января. Организаторы планируют сделать этот проект ежегодным. Новогодние елки в эти предпраздничные дни проходят во всех районах Сочи. Свои подарки от Деда Мороза получили и юные адлерцы, нуждающиеся в особой заботе. В этом году адлерский район ко встрече Нового года подготовился основательно. В районном Доме культуры чуть ли не ежедневно проходят встречи с местными жителями. Одних чествуют, для других проводят хороводы и зажигают елки. И, конечно же, без подарков никто не уходит. В этом году адлерский район как никогда подготовился к встрече Нового года. Подготовлен целый цикл мероприятий по поздравлению людей старшего поколения, наших ветеранов. Среднее поколение, труженики не так давно были в районном Доме культуры, и мы их здесь чествовали. И большое количество новогодних елок, как на улице, так и в помещении районного Дома культуры и клубах, проходят у нас в районе. К поздравлениям присоединилась и сочинская городская общественная организация Лига женщин «Мост Добра». Основную часть детских подарков подготовили именно местные благотворители, в числе которых социально активные женщины города Сочи. Поздравления проходили на дому детей, нуждающихся в заботе. И вот сегодня у нас проходит большая новогодняя елка в районном Доме культуры. И буквально в преддверии Нового года мы будем поздравлять наших деток в городской больнице. В спортивных школах тоже проходят утренники, но тематические соревнования по спортивной гимнастике на призы Деда Мороза стартовали сегодня в первой спортшколе. Соревнования эти городские и традиционные. Каждый раз в преддверии Нового года гимнастки демонстрируют свои достижения. Участниц 65. Сегодня на ковер вышли самые юные воспитанницы спортшколы. Младшие из них всего 4 года. Я один раз заняла никакое место, а второй раз заняла второе место. А потом поехала в Анапу, там заняла третье место. Мне нравится гимнастика, что мы делаем на бревне колесо, на брусьях, еще на прыжке. Одни гимнастки более опытные. В секции спортивной гимнастики они занимаются более года. Другие только делают первые шаги. С этим видом спорта они познакомились лишь 3 месяца назад. Но как и взрослые спортсменки упражнения, юные участницы соревнований на призы Деда Мороза выполняют на 4 снарядах. Своё спортивное мастерство девочкам необходимо проявить на брусьях, бревне, перекладине и кольцах. Малыши пока не выезжают на турниры и для них это единственная возможность ощутить соревновательный дух. Очень маленькие они пока, поэтому им очень нужны старты, нужно выступать, конечно же показывать себя и своим родителям. Они довольны, счастливы, бегают, все получат медали обязательно. Мамы, папы пусть подарят им подарки, а здесь медали для них самый большой подарок. А уже завтра своими успехами перед судьями смогут похвастаться более взрослые гимнастки. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте – fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова